Возможно, это будет один из самых противоречивых списков. Всем привет, меня зовут Никитун, и это десятка лучших боссов за последние 10 лет. Ребят, если вам надоело смотреть на огромные ценники игр в Стиме, то магазин ключей MajorKey.ru – лучший выбор, чтобы сэкономить на покупке новой игры. Здесь ты открываешь коробки с играми и получаешь нереально топовые игрушки. Окупаемость и гарантия на 100%. Здесь тебе не выпадет игра, которая стоит меньше, чем ты заплатил. Ссылка на MajorKey и промокод в описании. Переходи и забирай заветные CSGO, PUBG и GTA 5 прямо сейчас. Система «Заклятые враги» из Middle-Earth Shadow of Mordor. Потенциал. Вот чего полно в системе боссов «Теней Мордора». В зависимости от того, насколько вам повезло, эта механика стала лучше или худшей из всех, что вы встречали в видеоиграх. И знаете что? Я достаточно слышал как истории о легендарных победах, так и об унесительных поражениях от людей, которые побеждали своих соперников или проигрывали. Идея, позволяющая мелкому бандиту минимального ранга стать генералом, впечатляет, привлекает и создает уникальные игровые ситуации. Вашим противником может стать ядовитый и поглощающий тонны урона соперник, или же мелкий трус. Но каждый из них испытывает ваши навыки и умения использовать разные стили игры. Как я уже говорил, эта система не для всех, но порой она создает лучшие битвы с боссами нашего десятилетия. Deathstroke в Batman Arkham Origins Да, я знаю, что Origins была не такой крутой, как другие игры серии. И я знаю, что Фрис и Пугало сделали гораздо больше для того, чтобы изменить самопредставление о битве с боссом. Но знаете, если взглянуть на него отдельно, то убедите меня в том, что с ним не было весело сражаться. С момента начала схватки вы сразу понимаете, что никаких трюков в ней не будет. Арена просто-таки пуста, подкрепления ниоткуда не спрыгивают. Вы деретесь один на один. В результате мы получаем скоростной поток контратак, комбо и попыток найти момент, когда противник открылся. Это совершенно великолепно. Схватка настолько хороша, что многие фанаты считают ее лучше во всей серии игр. И с ними нельзя не согласиться. Xenomorph Valian Isolation Ну, здесь мы как бы переходим за границу того, что считается боссом. Но если подумать, Xenomorph это величайшая из всех угроз, соответствующая многим традиционным представлениям о боссе. Во-первых, он совершенно ужасает. Я сразу же обделался, когда в самом начале увидел, как он вылезает из вентиляции. Всю игру он будто неустанно за вами охотится и обучается. Он сделает каждую встречу с ним похожей на головоломку, в которой нужно понять, как его отвлечь на время, за которое можно добежать до выхода. И знаете что? Я могу его только похвалить, потому что в игре используется просто шикарный искусственный интеллект. Я столько раз думал, что смелся от него, а спустя несколько секунд слышал, как он несет за мной по коридору. Короче говоря, это умный и испытывающий вас босс. И хотя он не совсем обычный, он должен гордо занять место в рядах других боссов. Сенатор Армстронг из Metal Gear Rising Revengeance Порой боссы похожи на экзамены. Они как тесты, проверяющие тот факт, что вы освоили все аспекты игры, которые нужны, чтобы их победить. Сенатор Армстронг именно такой. Вот только вам не придется сидеть в тишине в классе и вспоминать, как пишется синхрофазотрон. Схватка с ним окажется быстрым и безумным потоком хаоса. Под чокнутую музыку, два накачанных мужика метели друг друга и порой бросаются машинами. Эта битва обязательно станет для вас испытанием. Если вы не научились правильно пользоваться режимом свободного меча, то этот политик разотрет вас в порошок. Это великолепное и возбуждающее сражение, которое должно довести вас до предела. Боб Барбас из Devil May Cry С этих слов начинается одна из самых творчески исполненных и учащающих сердцебиение битв, в словящемся недородным качеством ребуте DMC. Вам придется уворачиваться от лазеров, ломать челюсти и испытывать свои навыки еще массой способов. В плане стилистики битва просто феноменальна. Боб глючит, подвисает и меняет форму, в то время как фон просто сходит с ума. Это просто праздник для глаз и пальцев, размалывающих его пухленькое лицо в фарш. Даже обязательные волны приспешников босса исполнены интересно, потому что их комментируют как полицейскую погоню. Вы наверняка устанете в процессе, но схватка с Бобом все равно невероятно веселая. Аргус Ванкуиш Блин, какая же все-таки крутая Ванкуиш. В какой еще игре можно ездить по уровню на заднице в одноименном костюме, уворачиваясь от пуль, уничтожая роботов и покуривая сигареты, тогда как мир пылает вокруг вас? Именно. Ни в какой. Если есть хоть один босс, который полностью отражает суть игры, то это, наверное, первый. Аргус. Эта монструозная махина занимает большую часть экрана и без проблем исполняет его остатки ракетами и лазерами. Битва с этим механическим мятежником просто великолепна, потому что вам не дают передохнуть ни на секунду. Вы всегда двигаетесь или атакуете, а когда босс меняет форму и обрушивает на вас ад, вам нужно действовать с идеальной точностью, чтобы победить. Добавьте сюда концовку в виде QTE, которая приятно выполнять, и вы получите идеальный ураган из хаоса. Мастер Хэнд и Крэйзи Хэнд и Супер Смеш Брос на Wii U. В файтингах разработчикам очень легко сделать боссов подлыми. Гляньте на Галактуса или любого босса из франшизы Теккен. Достаточно сложно сделать в файтинге босса, который одновременно и дрался бы честно, и с ним было бы интересно сражаться. А потому я представляю вам Мастер Хэнд и Крэйзи Хэнд. Этих мудаков в перчатках не только дофига сложно победить, но также очень весело пытаться победить. Используя чуть ли не бесконечный набор совместных атак, руки не для скуки атакуют вас со всех углов. Они готовы даже порвать пространство-время, лишь бы нанести вам урон, но драться с ними невероятно круто. А если вы вдруг умудритесь их победить, то почувствуете истинное удовлетворение. Эта парочка уже побывала в моих списках, но это не умаляет их шикарной мощи. Даже один из них сделал бы сражение сложным, но вдвоем они компенсируют уязвимости друг друга. И как ни странно, результат просто ужасает. Не стоит забывать, что если один из них умрет, оставшийся боец поглотит его силу, что сделает его вдвое мощнее. Это кошмарное и невероятно затягивающее сражение. Рэд из покемон Хард Голд Сол Сильвер Етит колотить, какое же это было крутое переживание. Сразившись с бесчисленным количеством тренеров и поднявшись на коварную гору Сильвер, вы обнаружите на вершине одинокого тренера. Это Рэд. И это не только фан-сервис от разработчиков, это еще и грандиозное испытание даже для самой закаленной команды. Если вы не вложили массу времени в Грайнд, его покемоны, скорее всего, окажутся гораздо быстрее и сильнее ваших. К тому же он использует немало аптечек, чтобы еще сильнее растянуть бой. Это потрясающее испытание для всех ловцов покемонов, от мала до велика. Ева из концовки Эйв Нир Автомата Напряженно. Это единственное слово, которое точно описывает легендарную битву с вражеским андроидом, который желает отмощения за смерть своего брата. Его ярость великолепно отражена в этой битве. Ева покрывает руки себе кусками окружения и пытается стереть ими ваших персонажей в порошок. Вам придется скакать по платформам, атаковать как режущим, так и стреляющим оружием. И все чаще уворачиваться от безумных атак. А когда вы его разозлите, он выпустит просто безумное количество энергетических шаров. В общем, это идеальное определение жанра Bullet Hell. В игре, где почти все битвы с боссами идеальны, очень трудно выделиться. Но Ева постаралась и оставила неизгладимое впечатление. И на этом, пожалуй, все. Обязательно пишите, какого босса добавили в этот список именно вы. Буду ждать ваших вариантиков в комментах к ролику. Конечно, если вы еще не поставили лайкусик, то обязательно ставьте. И также подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Фоловьте меня в инстаграме и во вконтакте. Все ссылочки будут также в описании. Буду рад вас там тоже видеть. Ну а меня звали Никитун. До скорых встреч в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok